Сразу 17 автомобилей столкнулись на федеральной трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области. Авария произошла в условиях плохой видимости из-за снежной бури. Лишь чудом никто не пострадал. Непогода внесла серьезные коррективы в жизни ряда других российских регионов. Мощный снежный шторм обрушился на Мурманскую и Архангельскую области. Там настоящий транспортный коллапс, множество ДТП. Ремонтные бригады едва успевают устранять обрывы на линиях электропередачи. Но в Оренбургской области, где после вчерашней метели все-таки открылось движение по трассе Оренбург-Орск, подводит итоги масштабной спасательной операции. Из снежного плена на дорогах удалось вызволить почти 500 водителей и пассажиров машин. В одном месте ситуация была особенно сложная. К застрявшему в сугробах автомобилю с бригадой электриков не смогли пробиться даже тракторы. Несмотря на непогоду, спасатели смогли поднять в воздух вертолеты и эвакуировать 9 человек. Более сотни людей, застегнутых метелью на дорогах, провели ночь в пунктах временного размещения. Все они были обеспечены горячим питанием. На Камчатке накануне зафиксирована рекордная сила ветра. В ряде районов его скорость превышала 50 метров в секунду. Уже выпала треть месячной нормы осадков. А на подходе новый циклон. В столичном регионе тем временем ждут похолодания. Москва попадает в так называемый арктический мешок. В выходные ночью до минус 14. Пойдет снег. Все это при сильном ветре. А настоящую весну, говорят сеномтики, стоит ожидать только в середине апреля.